Приветствую слушателей Паффин Кафе. Напоминаю, что эта запись появилась благодаря подписчикам на Патреоне. Присоединяйтесь по ссылке в описании. Барри Пейн. Серая кошка. Эту историю я услышал от архидиакона Эмма. Полагаю, что было бы нетрудно, приукрасив её, и кое-что изменив, то тут, то там, представить её в виде допускающим и простое толкование. Но я предпочёл рассказать её так, как рассказали мне. В конце концов, всегда существует какое-либо объяснение, даже если оно и не даётся прямо и чётко. Читателю должно быть предоставлено право выбора, верить ли в то, что некоторые из представителей так называемых нецивилизованных народов обладают скрытыми возможностями, которые могут значительно превосходить возможности цивилизованных, или же он сочтёт возможным объяснить случившееся происшествие как простую цепь совпадений. Не думаю, что для читателя важно будет знать, какой точки зрения придерживаюсь я сам. У меня есть причины свою точку зрения держать в тайне. Сначала несколько слов об архидиаконе Эмм. Когда произошли эти события, ему было 49 лет. Это был блестящий учёный, человек большой эрудиции. Его взгляды примечательно широки, или же, как говорили его недоброжелатели, изысканно утончены. В молодости он занимался спортом, но с возрастом из-за сидячего образа жизни и желания потакать своим прихотям заметно располнел и более уже не утруждал себя никакими физическими упражнениями. Ему никогда не доводилось переживать каких-либо нервных потрясений. Около трёх лет назад он умер от сердечной недостаточности. Он рассказывал мне эту историю дважды по моей просьбе. Между двумя повествованиями прошло около шести недель. Некоторые детали всплыли на поверхность благодаря моим собственным вопросам. После этой предварительной справки я перехожу к описанию событий. В январе 1881 года архидиакон Эм, который был большим любителем поэзии Теннисона, приехал в Лондон. Главным образом для того, чтобы посмотреть новый спектакль в Театре Лицеума. Он не попал на премьеру, которая состоялась 3 января, и вынужден был довольствоваться одним из последующих представлений на той же неделе. Большее впечатление на него произвело великолепие декорации, а не сама пьеса. Покинув театр, он с трудом смог найти Кэб, он уже немного прошёлся по стренду, как вдруг совершенно неожиданно столкнулся со своим старым другом Гаем Брэдоном. Брэдон обладал солидным состоянием, состоял членом научных обществ, увлекался изучением проблем Центральной Африки, был на 2-3 года моложе Архидиакона и обладал недюжинной физической силой. Брэдон несказанно удивился, встретив Архидиакона в Лондоне. Архидиакон не менее удивился тому, что Брэдон вообще находится в Англии. Брэдон пригласил Архидиакона к себе, послал слугу в Кэбе в гостиницу Лэнгхэм, чтобы тот оплатил счёт Архидиакона и прихватил с собой его багаж. Архидиакон пытался было сначала возражать, но Брэдон и слышать не хотел, чтобы его гостеприимство было отвергнуто. Брэдон расположился в дорогостоящей квартире прямо на добивочной мастерской недалеко от площади Беркли. В квартиру вела отдельная дверь с улицы и дальше отдельная лестница на 2-й и 3-й этаже здания. Квартира Брэдона находилась на 2-м этаже. Квартиру на 3-м этаже арендовал некий член Ирландского парламента. В то время в ней никто не жил. Брэдон и Архидиакон прошли через входную дверь, поднялись на первую лестничную площадку и оттуда уже попали в квартиру. Брэдон лишь незадолго до этого снял эту квартиру, и Архидиакон там прежде никогда не бывал. Она представляла из себя широкий коридор в форме буквы «Л» и все комнаты выходили в него. Стены квартиры были увешаны многочисленными охотничьими трофеями, и рогатые головы чучела животных украдкой наблюдали за посетителями. Великолепная коллекция смертоносного оружия тускло мерцала при свете неярко горевших газовых ламп. Слуга Брэдона успел приготовить ужин еще до того, как отправился в Лэнгхэм, так что вскоре они, уже отдавая должное устрицам, блюду из холодного фазана с отменным салатом за бутылкой «Памэри-74» обсуждали Теннисона и Ирвинга, а также пародию на Королеву Майя, которая недавно появилась в журнале «Панч». Как всегда, архидиакон до мелочей запомнил все то, что подавалось на ужин, и даже то, что Брэдон едва пригубил бокал с вином. Поужинав, они перешли в библиотеку, где ярко горел огонь в камине. Архидиакон приблизился к огню, потирая свои пухлые руки. Как только он это сделал, часть большого ковра из пушистой серой шерсти, на котором он стоял, казалось, приподнялась, и перед ним возникла огромных размеров серая кошка, крупнее всех тех, которых ему когда-либо ранее приходилось встречать. Она была совершенно того же цвета, что и ковер, на котором до этого спала. Кошка ласково потерлась о ногу архидиакона и замурлыкала, как только он наклонился, чтобы ее погладить. «Какое необычное животное», заметил архидиакон. «Я и представить себе не мог, что существуют кошки таких размеров. К тому же у нее странная голова, она непропорционально мала для такого крупного туловища». «Да», — согласился Бредон, «и лапы у нее настолько же непропорционально велики». Серая кошка, принимая ласки архидиакона, томно растянулась на полу, и теперь ее лапы можно было разглядеть совершенно четко. Они были весьма широки, и выступающие вперед когти казались достаточно мощными и хорошо развитыми. Шерсть у животного была короткой и густой, жесткой, как проволока. «Крайне удивительно», — повторил архидиакон. Он опустился в уютное кресло, которое стояло рядом с камином. Он продолжал поглаживать кошку и играть с ней, когда легкое позвякивание заставило его поднять глаза. Бредон расставлял что-то позади графинов с ликерами. «Какая-то редкая порода?» — спросил архидиакон. «Во всяком случае, мне неизвестная. Я бы сказал, причудливая. Мы нашли ее на борту корабля, когда я направлялся домой. Возможно, она попала туда, гонясь за мышами. Если б не я, ее, возможно, выбросили бы за борт. Она меня весьма заинтересовала. Сигару?» «Да, с удовольствием». Снаружи завывал холодный северный ветер, яростно хлестал дождь, архидиакон черкнул спичкой стекло граненого стакана и прикурил сигару. Булькала розовая вода в кальяне Бредона раздавалась тихое шарканье ног слуги, переносившего чемоданы архидиакона в спальню в конце L-образного коридора. И все это под непрерывное мурлыканье большой серой кошки. «А как ее зовут?» — поинтересовался архидиакон. Бредон рассмеялся. «Если вам уж так хочется знать всю правду, то ее зовут Серый Дьявол или же просто Дьявол». «Ну, в самом деле, не думаешь ли ты, обратился Эм к кошке, что архидиакон будет обращаться к тебе на таком отвратительном языке? Я буду называть тебя Серый, или уже учитывая наше недавнее знакомство, господин Серый. Вы ничего не имеете против запаха дыма, господин Серый? Умное животное потому и не возражает. Вероятно, вы уже приучили его к этому?» — спросил архидиакон у Бредона. «Ну, если вдуматься в значение его имени, то он вряд ли стал бы возражать против дыма. Не так ли?» — ответил тот. Вошел слуга Бредона. В момент, когда дверь приоткрылась, послышалось потрескивание только что зажженного огня в комнате, приготовленной для архидиакона. Слуга вышел, смешав по рецепту архидиакона бренди с содовой водой. Он удалился после того, как ему было заявлено, что его услуги в этот вечер более не потребуются. «Вы заметили, как господин Серый все время следовал за вашим слугой?» — спросил архидиакон. «Я никогда не встречал в своей жизни более преданного кота». «Вы так полагаете?» — ответил Бредон. «Ну, так наблюдайте за ним сейчас». Впервые за вечер он приблизился к серой кошке и протянул к ней свою руку, как бы желая ее приласкать. Мгновение, и показалось, что кошка сошла с ума. Она выпустила когти, спина ее выгнулась дугой, шерсть поднялась дыбом, хвост встал трубой. Кошка брызнула слюной и зашипела. В ее зеленых глазах появилось выражение лютой враждебности. Однако любой внимательный наблюдатель заметил бы, что все это время она неотрывно следила не только за Бредоном, но и за тем звякнувшим ранее предметом, который хозяин поставил за графинами. Архидиакон откинулся на спинку кресла и от души рассмеялся. «Ну, до чего же забавные создания эти кошки, особенно когда они выходят из себя». «Ну, в самом деле, господин серый, из уважения к моему сану, вы могли бы и воздержаться от подобной агрессивности». «Бедный господин серый, бедная кошечка». Мрачно улыбаясь, Бредон вновь сел на свое место. Серая кошка уткнулась мордочкой в свисающей ладони Архидиакона, словно ища о сочувствии, и постепенно успокоилась. Вдруг взгляд Архидиакона упал на предмет, за которым все это время внимательно следила кошка, и который стал виден только сейчас, когда слуга поменял местами графины. «Боже мой!» — воскликнул он. «Да у вас там револьвер?» «Точно так», — отвечал Бредон. «Надеюсь, не заряженный?» «Ну почему же, с полной обоймой?» «Но ведь это же крайне опасно». «О нет, я привык к подобного рода вещам и отнюдь не беспечен в обращении с ними. Я бы считал скорее более опасным познакомить вас с серым дьяволом в отсутствии оружия. Он гораздо сильнее, чем любая обычная кошка, и я даже предполагаю, что в его жилах течет не только кошачья кровь. Когда я показываю кошку незнакомому человеку, то всегда держу ее под прицелом пистолета до тех пор, пока не прояснится ситуация. Надо отдать зверю должное. Он всегда был дружелюбен со всеми, кроме меня самого. Я его единственная антипатия. Не будь он настолько умен, чтобы бояться револьвера, он набросился бы на меня сию же минуту». «Понимаю», — сказал Орхидиакон серьезно. «Не могу догадываться, как это произошло. Когда-то вы перепугали его выстрелом из револьвера. Может быть, просто шутки ради? Грохот выстрела перепугал его, и он так и не простил вас, и не забыл этого револьвера. Некоторые животные обладают удивительной памятью». «Да», — задумчиво произнес Бредон, «но эта догадка неверна. Я никогда намеренно или случайно не давал дьяволу повода для подобной враждебности. Насколько я знаю, он никогда и не слышал ни единого выстрела с тех пор, как я его знаю. Кто-то, возможно, и напугал его раньше. Я склонен думать, что так оно и было на самом деле, поскольку нет никаких сомнений, что зверь знает всё, что кошке следует знать о револьвере, и что она боится его». «Впервые мы встретились почти в темноте», — продолжал Бредон. «У меня было несколько ящиков багажа. Капитан сказал мне, что я могу спуститься в трюм и присмотреть за ними. Вот тут-то этот зверь неожиданно и выпрыгнул на меня из кромешной тьмы. Сначала я даже не понял, что это кошка, из-за её огромных размеров. Я сбил его с ног сильнейшим ударом по голове и выхватил пистолет. Он исчез в мгновение ока. С тех пор он неоднократно доказывал, что знаком с пистолетом. Он бы покусал меня сейчас, если бы была такая возможность. Но он понимает, что возможности такой нет. У меня частенько руки так и чешутся сразиться с ним в открытую и ощутить, как мои руки ломают его чёртову шею. Или же просто запереть его и пристрелить? Потише, потише, старина. Слабо запротестовал Архидиакон, поднялся и приготовил себе очередную партию Брэнди. Прошу прощения за грубое выражение, но, знаете, не люблю я эту кошку. Архидиакон выразил своё удивление. Почему в таком случае Брэден от неё до сих пор не избавился? Вы сталкиваетесь с ним на корабле, и он набрасывается на вас? Вы спасаете ему жизнь, предоставляете жильё и обеспечиваете пропитанием, а он всё-таки ненавидит вас до такой степени, что даже не позволяет дотронуться до себя? В свою очередь, и вы отвечаете ему такой же неприязнью. Не лучше ли было бы в таком случае вам расстаться? Что касается его пропитания, то он весьма редко ест что-либо, кроме своей собственной добычи. Он выбирается на охоту каждую ночь. Я держу его просто-напросто из-за того, что боюсь его. Пока он здесь, рядом со мной, я спокоен. Если я позволю своему страху проявиться перед ним в какой-либо форме, то мне лучше больше не бывать в джунглях Центральной Африки. Поначалу у меня была мысль приручить его, но, помимо всего прочего, имело место и странное совпадение. Поднявшись, он подошёл к окну и открыл его. Серый дьявол, крадучись, подобрался к окну, задержался на мгновение на подоконнике и, внезапно прыгнув вниз, исчез. «Какое было совпадение?» «Что вы об этом думаете?» Брэддон передал архидеаку, но сделанную из камня, фигурку кошки, которую он взял с каминной полки. Это было небольшое изваяние, около трёх дюймов высотой. По цвету, по форме маленькой головы и больших лап, по удивительному выражению глаз, оно казалось уменьшенной копией серого дьявола. «Абсолютное сходство! Как это вам удалось её сделать?» Эта фигурка оказалась у меня до того, как я встретил оригинал. Мне продал её один торговец-еврей вечером, накануне моего отплытия в Англию. Он сказал мне, что это статуэтка родом из Египта. Как бы то ни было, но это прекрасная работа из жадеита. Я всегда считал, что жадеит ярко-зелёного цвета. Да, он может быть и ярко-зелёным, и белым, и коричневым, разнообразных цветов и оттенков. У меня нет сомнений, что эта маленькая статуэтка старинной работы, хотя я и сомневаюсь, что она египетского происхождения. Брэддон вернул статуэтку на место. Кстати, той же ночью еврей пришёл ко мне и попытался выкупить статуэтку обратно. Он предложил мне двойную цену по сравнению с той, что я заплатил ранее. Я предположил, что, должно быть, он нашёл другого покупателя, весьма заинтересованного в этой вещице. Я спросил, не коллекционер ли это. Еврей ответил, что вряд ли новый покупатель был коллекционером. Это был просто джентльмен африканского происхождения. Это решило дело. Я не собирался уступать негру. Еврей ссылался на то, что это был чрезвычайно изысканный негр, богатый негр, что у него куча денег, что он гонялся за этой статуэткой долгие годы. Он также намекнул, что это было связано с мамбо-джамбо, идолом, предметом суеверного поклонения некоторых африканских племён. Думаю, что он говорил это, чтобы меня напугать. Как бы то ни было, я не стал его слушать и просто выставил за дверь. А потом это совпадение. Приобретя копию, на следующий же день я нашёл живой оригинал. Странно, не так ли? В этот момент раздался бой часов. Здесь архидиакон с ужасом осознал, что было уже достаточно поздно и давно уже прошёл тот час, когда уважаемый архидиакон должен был лежать в постели и спать. Он поднялся и заметил, что непременно хотел бы услышать продолжение этой истории на следующий день. С тем он и пожелал Брэдену спокойной ночи. К нашему большому сожалению, иногда случается так, что рассказ приходится прерывать как раз на том месте, когда хочется узнать все подробности, а на следующий день такой возможности уже не представляется. Перед уходом из библиотеки Брэден закрыл окно. В этой связи архидиакон поинтересовался, каким же образом господин серый сможет вернуться. Вполне вероятно, что он уже вернулся. У него есть свой лаз на кухне, который сделан специально для него, чтобы он мог уходить и приходить, когда ему вздумается. Но разве другие кошки не могут проникать в дом через этот лаз? Нет, другие кошки избегают серого дьявола. Когда архидиакон наконец очутился в своей комнате, то его охватило чувство необъяснимого волнения. Как он потом признавался мне, у него появилась потребность удостовериться в том, что никто не прятался ни под кроватью, ни в гардеробе. В конце концов, он забрался в постель и вскоре уснул. Огонь в камине ярко горел, и комната была хорошо освещена. Около четырех часов утра его разбудил громкий крик. И еще не проснувшись, он сперва не понял, откуда исходит этот крик. Он первоначально подумал, что, должно быть, он раздался со стороны улицы. Но почти в ту же секунду услышал несколько пистолетных выстрелов. Два подряд, один за другим и чуть позже третий. Архидиакон страшно перепугался. Он не знал, что произошло, и первое, что пришло ему в голову, это мысль о вооруженных грабителях. Какое-то время, не более минуты, страх парализовал его. Затем, сделав над собой усилие, он поднялся с постели, зажег газовую лампу и быстро оделся. В то время, как он одевался, в коридоре послышались шаги и стук в дверь. Он открыл дверь, в коридоре стоял дрожащий от ужаса слуга Брэдена в синем пальто прямо поверх ночной рубашки. Архидиакон проследовал за слугой в спальню Брэдена. В воздухе все еще висел густой дым. Пол был усеян осколками разбитого зеркала. На кровати спиной к архидиакону лежал Брэден. Он был мертв. Его правая рука сжимала рукоятку револьвера, а за правым ухом виднелась уже почерневшая рана. Приблизившись к Брэдену и глянув на его лицо, архидиакон почувствовал себя дурно. Слуга вывел его в библиотеку и дал немного Брэнди. Лицо Брэдена действительно представляла из себя страшную картину. Все оно было исцарапано, покрыто рваными ранами, искусано и залито кровью. Не хватало одного глаза. «Вы думаете, это дел рук твари?» спросил архидиакон. «Безусловно, сэр», ответил слуга. Она вцепилась ему в лицо, когда он спал. «Я чувствовал, что это должно случиться когда-нибудь ночью. У него было такое же предчувствие, поэтому он всегда держал рядом с собой револьвер». Дважды он стрелял в эту зверюгу, но, видимо, промахнулся из-за стекавшей по лицу крови. Тогда он выстрелил в себя. Эта версия выглядела вполне правдоподобной. Ничего не видя, весь истерзанный, обезумевший от боли, Брэден вполне мог посчитать, что самоубийство спасет его от еще более страшной смерти. «Что нам теперь делать?» спросил слуга. «Мы должны сейчас же вызвать доктора и полицию. Пойдемте». Как только они повернули за угол коридора, то заметили, что дверь, ведущая на лестницу, была открыта. «Это вы открыли дверь?» спросил архидиакон. «Нет», — ответил слуга. «В таком случае, кто же сделал это?» «Не представляю, сэр, похоже, это еще не конец». Они вместе спустились по лестнице и обнаружили, что входная дверь тоже была приоткрыта. На улице, на тротуаре лежал полицейский. Он с трудом приходил в сознание. Слуга Брэдена взял у него свисток и начал свистеть. Проезжавший мимо Кэп остановился, извозчика послали за доктором, а затем быстро установили связь и с полицейским участком. Раненый полицейский поведал прелюбопытную историю. Проходя мимо дома, он услышал звуки выстрелов. Тотчас же он услышал, как отпираются засовы входной двери. Полицейский отступил немного назад в смежный дверной проем, входная дверь отворилась, и на пороге появился одетый в серый твидовый костюм и серое пальто негр. Полицейский выпрыгнул из своего укрытия, а негр, в свою очередь, ни секунды не колеблясь, сбил его с ног. Все было кончено еще до того, как что-либо можно было сообразить, подытожил свой рассказ полицейский. «Как выглядел этот негр?» спросил архидиакон. «Крупный мужчина ростом выше шести футов и черный как уголь, он не стал ждать нападения, как только понял, что обнаружен напал первым». Полицейский оказался глуповатым парнем, и из него ничего больше нельзя было вытянуть. Он только услышал выстрелы, увидел, что дверь распахнута и что появился человек в сером. Затем до того, прежде чем он успел что-либо предпринять, его сбили с ног молниеносным ударом. Врач, человек деловой, без затей, не колеблясь, заявил, что Брэддон мертв, и смерть наступила, скорее всего, мгновенно. В результате полученных ран прекратилось дыхание, и тогда же, должно быть, прекратилась работа сердца. Он все еще продолжал давать объяснения по поводу усочившейся из уха мертвеца жидкости, но архидиакон не мог больше этого всего выносить и нетвердой походкой вышел в библиотеку. Там он нашел слугу Брэддона все еще в синем пальто, который давал показания полицейскому с блокнотом. Он говорил, что, насколько ему известно, из дома ничего не пропало, кроме кошачьей статуэтки из жидеита, которая прежде стояла на каминной полке. Кошка по имени Серый Дьявол тоже исчезла, и, несмотря на то, что ее описание давали даже газеты, о ней больше никто не слышал. Но в стиснутом кулаке мертвеца был обнаружен клок Серой Шерсти. Дальнейшее расследование окончилось вынесением первоначального вердикта и не обнаружило никаких новых фактов. Может, еще стоит сказать несколько слов о версии, которую выдвинула полиция. По этой версии, во многом совпадающей с предположением слуги Брэдона, пострадавшей изнемогая от боли и не вынеся мысли, что его просто могут разорвать на куски, застрелился. История о жады этой фигурке, в той степени, в которой она была известна, также фигурировала на суде. Полиция придерживалась мнения, что эта фигурка была идолом, и какое-то дикое племя было крайне встревожено ее похищением и готово было заплатить огромную сумму денег за ее возвращение. Предполагалось, что негр знал об этом и решил овладеть идолом любыми средствами. Так как честным путем этого сделать не удалось, выдвигалось предположение, что негр проследовал за Бредоном в Англию, выследил его и каким-то образом спрятался в его квартире. Далее предполагалось, что он заснул и был разбужен криками и звуками выстрелов. Испугавшись, он схватил жадытовую статуэтку и хотел скрыться. Сознавая, что выстрелы могли быть слышны на улице, его выход из квартиры в этот момент может выглядеть подозрительным, он, когда открыл входную дверь, нанес удар первому встреченному им человеку, а временная потеря полицейским сознания позволила ему благополучно скрыться. Эта версия на первый взгляд кажется единственно возможной. Когда архидиакон мне впервые ее рассказал, я попытался незаметно выведать у него, принимает ли он ее сам. Обнаружив, что он уклоняется от ответа, я поставил вопрос прямо. «Верите ли вы в версию полиции?» Он немного поколебался, затем искренне ответил. «Нет, категорически нет». «Почему?» «Прежде всего, я не верю в то, что Брэддон в самом обычном смысле этого слова совершил самоубийство. Никакая самая дикая физическая боль не могла бы заставить его даже и помышлять об этом. Это был человек неисчерпаемого мужества. Он воспринял бы изуродованное лицо и потерю зрения, как неизбежный результат войны. Мы должны признать, что он сам сделал роковой выстрел. Результаты медицинской экспертизы не подлежат сомнению. Но сделал он это под воздействием сверхъестественного ужаса, о происхождении которого мы, слава Богу, ничего не знаем. Я, естественно, не спешу согласиться со сверхъестественными объяснениями. Ну, что же, давайте продолжим. Что это за таинственное племя, о котором говорит полиция? Я хочу знать, где оно живет и как называется. Оно достаточно богато, чтобы предложить огромное вознаграждение. Должно быть, оно имеет значительное влияние. Далее, негру удалось проникнуть в дом и спрятаться. Как? Где? Я знаю план квартиры, и эта версия отпадает. Мы даже не знаем, что именно негр взял эту фигурку, хотя я полагаю, что сделал это именно он. Однако, как этот негр сумел скрыться в эти утренние часы, и его никто не заметил? Негры не такое уж обычное явление в Лондоне, чтобы они смогли свободно прогуливаться, и на них никто не обращал внимания. И все же он не оставил ни единственного следа, и таково же не менее таинственное исчезновение серой кошки. Это был столь необычный зверь, и описание его получило столь широкое распространение, что могло показаться, что мы почти наверняка еще услышим о нем, но, увы, мы не услышали. Мы еще немного пообсуждали версию полиции, что-то случайно оброненное из его слов заставило меня воскликнуть. Неужели вы в самом деле хотите сказать, что серая кошка и негр есть одно и то же лицо? Нет, ответил он, не совсем это, но что-то весьма близкое к этому. В любом случае кошки странные существа. Нет нужды напоминать вам об их связи с некоторыми древними религиями и колдовством, в которое некоторые верят даже в Англии по сей день. Они так давно верили почти все. Между прочим, я никогда не встречал убедительного объяснения тому факту, что существует люди, которые не выносят присутствие кошек в комнате и ощущают их каким-то таинственным шестым чувством. Позвольте напомнить вам о несомненно существующем как в Китае, так и в Японии поверье, что злые духи могут вселяться в некоторые виды низших животных, особенно лисы барсуков. Каждый, изучающий науку о демонах, знает об этих вещах. Однако мысль о том, что злые духи овладевают кошками и мышами, есть, безусловно, языческий предрассудок, который вы не можете разделять. Ну, читал же я о злых духах, которые взелялись в свиней. Подумайте об этом и сохраняйте объективность в подходе к данному вопросу.